Пути жизни В следующем уроке мы говорили про то, что Творец совершил совершенно невозможное. Был создан человек, который оправдал существование всех двадцати поколений, которые были до него. И сначала он получает имя Авраам и его жена Сарай. Непонятно совершенно. Они родоначальники еврейского народа. От них должен прийти народ, который должен весь мир привести к цели. И вдруг Творец так делает, что они бесплодные. И только на старости лет совершается невозможное. И у Сары, жены Авраама, рождается сын Ицкак. Есть ли то, как определяет Рамбан, что книга Берешит, это книга идущих прямо с Творцом, наших прадцев. И мы должны понять, что же это такое, как эти люди были теми, кто открыл Творца и служил ему до того, как пришел Авраам в мир. Мы говорили «Творец, который на небе». После этого мы говорим «Творец, который на небе и на земле». И это одна из основополагающих основ нашего понимания и жизни, и Торы. Что Творец дал возможность человеку быть подобным ему. То есть обладать свободой выбора. Но в чем эта свобода выбора заключается? Царь в еврейском понимании – это тот, кого избирает народ. Это не премьер-министр. Это царь. Народ принимает его власть на себя добровольно. А царь всех царей – это Творец этого мира. И он дал полную возможность человеку бунтовать против него, вытолкнуть его из как бы его мира, либо принять его власть, служить ему. И вот первые, которые вошли в мир Творца, открыли его, служили ему – это наши братцы. Весь мир служит идолам. Абраам служит единому Творцу мира. Весь мир по одну сторону, а он по другую. Он первый иврий мира. И я слышал от своего учителя Гаона Рамыши Шапира, что память о праведнике была благословенна, как он сказал, что это самая великая революция, которая произошла в мире. Это открытие Авраама про то, что есть только один Творец, который сотворил мир, который каждое мгновение его обновляет, который сотворил мир ради определенной цели. Ведь если есть решит, начало, то есть тахлит, цель. Если это ничейное поле, каждый пусть живет, как хочет, хватает, берет более сильный, убивает более слабого. Так могут думать идиоты. Так думали люди поколения Авраама. А он открыл одного Творца. И он первый назвал Творца Адон, мой господин. Что он открыл? Он открыл, как Творец безгранично и безвозмездно делится своим добром с миром. И он захотел быть ему в этом похожим. И когда Творец обещает ему много раз, что эту землю я дам тебе и твоему потомству, землю Кнан. Семь Кнанских народов, как сказано, когда Авраам приходит в землю обещанную ему, Аз Кнаани Аз Баарец. Тогда Кнанские народы, потомки Хама, идут и завоевывают ее. Вы помните, кто был Малкицедок, царь города Шалем? Это Шем. Это праведный сын Ноха, от которого и происходит Авраам. Но эти сыновья Хама, Кнан был проклят самим Нохом. Проклятые. Завоевывают эту землю. И это то, что Рашид задает вопрос. Что здесь сказано, если придут народы мира и скажут, вы грабители, вы забрали землю семи народов? Что вы им ответите? Что вы должны ответить? И это то, что сказано в Талмуде, что когда пришли Кнанские народы, а тогда мир завоевал Александр Македонский, потомки Кнана пришли и потребовали, чтобы возвратили евреям завоеванную землю. А в качестве ответчика встал один еврейский мудрец, у которого был горб, который сказал мудрецам, если будет победа за мной, вы скажете, то ура, Израиль победила. А если они победят, ну что, какой-то горбун. И вот он пришел и спросил, какие доказательства у вас есть, что мы забрали у вас эту землю? Они ответили, никаких доказательств не нужно, об этом написано в вашей Торе. Каждое слово, которое для вас должно быть свято. И тогда Гвия бен Псиса указал на то, что сказано, что Ноах проклял Кнана и что они отданы в рабство потомкам Шема. И сказано так, если раб приобрел какое-то имущество, то кому оно принадлежит? Несомненно, его хозяин. Так вот, сколько лет вы уклоняетесь от своей рабской службы? Пора отрабатывать все пропущенные годы. И Александр Македонский повелел к нанцам дать ответ. Они попросили три дня на раздумья, а затем убежали. Несомненно, это не те народы, которые требуют от нас эту землю. Если придут народы и скажут, вы грабители, ну, может быть, потомки другого сына, Яфы-то, греки, могут претендовать на эту землю? Ведь к нанце предназначены им рабы. Нет. Когда земля делилась между тремя сыновьями Ноха, эта святая земля была отдана в отдел, в удел Шема. И потомок Шема, Авраам, ему обещает Творец, твоему потомству отдам я эту землю. И это то, что Творец сказал, будущим возвратит эту землю потомкам Авраама, который является потомком Ишема. тогда получается, помните, мы сказали о Кнане и Азбаарец. Эти семь кнанских народов приходили и завоевывали эту землю. То есть, они сами грабители, они сами захватчики, и они не могут упрекать евреев в разбой. Но, несомненно, и это завоевание кнанцами земли, я говорю, земли Израиля, да, это была часть плана Творца. Он дал эту землю на хранение потомкам Кнана, как рабу дают на хранение имущества сына его господина, пока не вырастет сын и не вступит во владение своим имуществом и самим рабом. Значит, на святую землю не могли претендовать ни представители семи племен, ни потомки Яфата. Кто же нам говорит, вы разбойники? Другие потомки Шема, например, арабы. Именно они и их приспешники могут сказать, если святая земля была изначально отдана в удел потомкам Шема, то почему вы, евреи, стремитесь захватить ее всю целиком, следует разделить ее пополам, поровну, со всеми другими потомками Шема? Вы разбойники. Так объясняет Рававадия из Бартанура. И что отвечает то, что приводит Раши? Что отвечает им еврейский народ? Так как Творец сотворил землю, и поэтому вся Тора начинается с сотворения неба и земли. По своей воле он дал на время ее семи народам, и по своей воле отнял их у них и дал нам на все времена. С другой стороны, поднимает вопрос морали с Праги. Какое отношение имеет право евреев на владение страной Израиля с Кнанской страной к заповедям Торы? Ведь на самом деле Раши отвечает вовсе не на тот вопрос, который создан был, который был задан от имени Раби Ицкака. Почему Тора начинается с рассказа о сотворении мира, а не с первой заповеди, которую получили евреи? И в ответе разъясняется, для чего нужно было рассказать о сотворении мира. Ради того, чтобы обосновать право народа Израиля на его землю? Но ведь об этом можно было рассказать отдельно после его изложения заповедей или в отдельной книге. Еще более парадоксальный вопрос задает другой комментатор Торы, Клиикар Рави Фраин Лунчис. Неужели из-за того, что народы мира могут сказать «Вы разбойники?» следует менять порядок глав в пятикниже? И вот такой ответ дает мораль из Праги. Ведь большинство заповедей связаны именно с землей Израиля. Возведение храма, храмовые жертвы, подарки койнам. А если эта земля не принадлежит народу Израиля, то нет возможности их исполнять. Сначала нужно обосновать право евреев на землю Израиля, а затем сообщать им законы, заповеди. А Клейкар добавляет, что если народы мира будут считать, что евреи захватили святую землю как разбойники, то, что говорят наши двоюродные братья арабы, оккупировали землю, то это приведет к отрицанию власти Творца. Народы мира расскажут. Нет справедливого суда и нет судьи. Кто сильнее, тот и прав. Ведь когда евреи ведут себя недостойно в денежных или имущественных делах, это подталкивает окружающих к неверию и атеизму. А так как прямота, честность и порядочность являются основами веры, было необходимо сначала перед изложением заповедей обосновать наше право на святую землю. А еще один комментатор хасидский рэбе Равсимха Бунин из Пшиски, он говорит, что если народы мира станут обвинять сыновей Израиля в разбое и грабеже, тогда в их глазах заповеди Торы, которые исполняют евреи, будут выглядеть как грехи. Они скажут, что стоит храм, возведенный на украденной земле, и чего стоят приносимые в нем жертвы. А ведь про нас сказано в Торе, вы будете народом священников и народом святым, то есть примером для всего человечества. И поэтому в начале в книге Берешит рассказывается не только о сотворении мира, но и о первых этапах истории всего человечества. В этом рассказе заложен ключ к пониманию всей истории. И теперь то, что мы говорили на предыдущем уроке. Про отцы мира. Первый родоначальник всего человечества. Адам человек. Он согрешил. Он послушался своей жены Хавы. А она послушалась, соблазнилась змеем, нахашем. То творение Творца Адам, который был настолько великим духовным творением, что ангелы хотели перед ним произносить к душу. Он опустился. Если раньше Он только касался материального мира, пронизывая все духовные миры, сейчас Он опустился в материальный мир. После того, как Он поел от плодов дерева познание добра и зла, добро и зло перемешалось. Если раньше это была правда и ложь, правда это исполнение воли Творца, ложь это нарушение его воли, то сейчас даже про себя, когда Он говорит «Я хочу», кто хочет, кто говорит, кто пользуется его ртом, его языком и говорит «Я желаю, я хочу», перемешалось добро и зло. Доброе начало это голос его души и злое начало. Ецарара и Ецаратов кто это говорит? Вошла смерть, пришла смерть в мир. Видите, то, что меня спросили, ведь если бы после вынесения приговора, что Творец предупреждает его, в день, когда ты поешь от дерева познания добра и зла, смертью умрешь, почему Адам не взял от плодов дерево жизни и жил бы всегда? Из-за этого его выгоняют? Почему когда он был в саду Ган-Эдене, почему он не поел от этих плодов? Ему они были не нужны, он должен был жить вечно, но когда он согрешил, смерть вошла в него, он породил смерть. А что такое смерть? В нашем мире смерть воспринимается как одна из самых величайших трагедий, как самое страшное наказание. Перкея вот по учению отцов сказано, не по своей воле ты родился, не по своей воле ты умрешь, не по своей воле тебе предстоит стоять на суде и давать отчет перед царем всех царей, святым, чтобы он был благословлен. Душа против своей воли спускается из духовного мира в материальный. И умирает человек тоже помимо своего. В нашу природу вложен инстинкт самосохранения, инстинкт жизни. На более глубоком уровне этот инстинкт это на самом деле страх души перед высшим судом, на котором придется давать отчет о прожитой жизни, перед судом, на котором невозможно ничего утаить. Кроме того, человек боится страданий, боли, как, по его мнению, сопровождается смерть. Но совершенно другой ответ дает святая книга Зор, что смерть это страдание для тела, но радость для души. Ведь души праведников с нетерпением ждут, когда же они выйдут из этого иллюзорного мира, чтобы наслаждаться грядущим миром. Вспомним то, что мы говорили. Тот свет, который создан был в первый день творения, был спрятан, мы говорили, солнце в Торе, для того, чтобы в будущем им наслаждались праведники. Сказано, когда увидел этот свет, что его спрятал Творец, он обрадовался. Это понятие ор самех, радующийся свет. Итак, после того, как Адам согрешил, пришла смерть. То есть, он не может здесь, в нашем мире, достичь совершенства. Должно произойти вот это разъединение сосуда и свет, который в сосуде. Тело и души. Великие праведники говорили, но когда я уже поменяю эти одежды? Ведь я это не тело. Я это моя душа. Так учит Равхайм Витальвий, великий каббалист, ученик Ария Кодыш. Итак, в час смерти, оказавшись за гранью этого мира, души праведников постигают подлинную реальность, к пониманию которой они стремились всю свою жизнь. Из мира скрытия душа попадает в мир истины. И час выхода души радость для нее. то есть день смерти праведников называется Илюля празднество, торжество. Так в честь великого учителя еврейского народа Раби Шимона Бар-Йохая создателя великой каббалистической книги Зор это называется Илюля свадебное веселье. И святая книга Зор объясняет что если человек при жизни прилепился, обрел близость к Творцу, то смерть для него подобна поцелуя Шкины. Его душа воссоединяется с высшим миром, от которого она когда-то была оторвана и по которому так тосковала. Такая смерть праведника называется метат на щека. Смерть поцелуя. Это то, что описывает Тара. Когда умирает наша праматерь Сара, особенная глава посвящена тому, как наш пратец Авраам покупает для нее особенное место для погребения. Маарата Махпела, двойную пещеру. Святые книги открывают, что когда Авраам принимал трех бедуинов, один из бычков, он ведь зарезал трех бычков, чтобы дать им самое вкусное, язык, приготовленный в горчице. Один из бычков убежал, и он погнался за ним, и он попал в какую-то пещеру, и в глубине пещеры он увидел свет, и вдруг он увидел, как встал Адам и Хава и посмотрели на него. Обычно, когда кто-то заходил в эту пещеру и видел Адама и Хаву, он тут же умирал, а Авраам вышел к ним навстречу, и Адам и Хава хотели убежать из пещеры, потому что они увидели человека, который выдержал десять испытаний, и им было стыдно, и тогда святая книга Зоор открывает, Авраам пообещал, я буду за вас молиться, и тогда они успокоились. Где же была похоронена наша матерь Сара в двух локтях от Хавы? А в будущем сыновья Авраама Ицкак и Ишмаэль похоронят его рядом с Адамом. Открывает нам святой Ария-Кодыш в своей книге Шара Гильгулим, что Авраам это перевоплощение Адама, а Сара это перевоплощение Хавы. Они пришли и начали исправлять первый грех, который породил в мире смерть. Поэтому глава, в которой описывается смерть Хавы и Авраама, она называется «Жизнь Сары». Как так? Потому что может ли жизнь умереть? То, что было вдунуто в ноздри первого человека, умирают только одежды. У праведников они сохраняются в цельности, сколько бы лет он не находился под землей. Но это особенное место, это вход в Ган-Эден, откуда был изгнан Адам и его жена Хава. Возле этого места из глубины пещеры виден свет. И все души евреев, которые оставляют одежды, тело, они проходят через Маарата Махпила. Если они достойны, они входят в Нижний Ган-Эден. Если нет, они отправляются в другие места. Но об этом мы поговорим на следующем уроке. Махпила.